Дорогие друзья, есть сегодня возможность получить информацию из первых рук. Вот у нас сегодня Дан Роткин, Дан, мы вас приветствуем. И мы все являемся, хоть мы верующие, хоть мы неверующие, мы являемся представителями русскоговорящей комьюнити здесь, в Бостоне. У многих из нас есть корни, которые связаны с Израилем, и мы переживаем, и мы не безразличны ко всему, что там происходит. И вот сегодня Дан Роткин, он скажет, насколько или каким образом мы реально можем поучаствовать или поддержать эту страну, за которую переживаем. Не просто на словах, а реально своим голосом. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Рад видеть много знакомых лиц. Со всеми Даном мы отмечали большой еврейский праздник, Новый год деревьев. Вы знаете, что у евреев четыре Нового года. Это наши еврейские Новые годы, Новый год Рошашана, есть еще Новый год для царей, есть Новый год для животных, есть также Новый год для деревьев. И с деревьями особая связь, сказано, что человек похож на дерево. Чем как человек похож на дерево, это может даже немножко оскорбительно сказать, дуб ты. На самом деле, человек похож на дерево тем, что хорошее дерево должно иметь хорошие корни, чтобы дерево стояло стойко. И дерево должно иметь хорошие плоды. То есть, если просто дерево растет, оно не очень красиво. Если там есть плоды, яблоки, груши, персики, то это здорово. Все согласны? И также человек, человек как дерево. Человек как дерево. Хорошо, когда у нас хорошие корни, когда у нас есть хорошее наследие, наши дедушки, наши прадедушки, наши традиции, наши корни. И наши плоды, это наши дети, наши дети, наши внуки. Поэтому человек похож на дерево тем, что у нас должны быть хорошие корни, наша история, и хорошие плоды, наше будущее. И также этот день, когда мы традиционно, наша связь с Израилем, мы послали деньги на то, чтобы сажали деревья. В Израиле в этот день много людей выходит с лопатами, копают землю и сажают деревья. В Америке мы не можем посадить дерево в Израиле, мы живем далеко. Поэтому предпринято послали деньги в Израиле, чтобы посадили дерево. И, кстати, Израиль – это единственная страна, которая больше зелени, каждый день зеленеет. Ни одна страна мира не зеленеет с каждым днем, только Израиль. И сегодня я хотел бы рассказать вам о удивительной возможности, которая у нас есть в наше время. Раз в пять лет происходят выборы в мировой еврейский конгресс, который занимается тем, что занимается помощью Израиля. От Америки будет 150 дегатов, всего 500, от Америки – 150. Это считается одной из самых крупных делегаций, и более по весу, по значимости тоже одна из самых важных. К сожалению, последние выборы были полностью, подавляющее большинство делегатов были от ультра, не просто левых партий, а от радикально настроенных левых партий, которые приводят большой бред Израилю. Я могу очень много рассказывать про это, у меня есть бумаги, которые написаны. В прошлые выборы они хотели, чтобы еврейские деньги этого конгресса шли на поддержку организации, которая занимается бойкотом Израиля. То есть организации, которые призывают бойкотом Израиля, они говорят, что вот это нужно для того, чтобы Израиль задумался, о каком политике он проводит, и так далее. То есть настолько левые, радикально левые, настолько промытые мозги, что у них мозгов не осталось полностью. И они возят солдат, которые клещат на израильскую армию, которые рассказывают о неправде, о том, как израильские солдаты обижают инвестинцев. Мы знаем, что это неправда, мы знаем, что израильская армия самая-самая гуманная армия в мире, когда перед любой бойковшкой они подопреждают, что сейчас мы будем побить, и ни одна армия этого не делает. И моя дочка, кстати, служит в армии, и я могу вам сказать, что я знаю, что моя дочка никого не обижает, я это знаю с первого хуста, я часто летаю в Израиль, отвечаю с мою дочкой, одна дочка у меня в Таллимпийском университете, другая в израильской армии. И мы знаем, что все это неправда, мы знаем, что все это клевета, И много вещей, которые делает этот конгресс, которые не должен делать, потому что там засилие левых партий. И у нас есть наша русскоязычная партия, American Front for Israel, на палате, на, как сказать, на списке парней, это номер 12. Легко запомнить, потому что 12 колен израилевых, да, то есть у нас 12 наших колен. Вот 12-я партия, которая признанит весь мирский народ, в первую очередь это русскоязычные. Это не религиозная партия, там всего 5 равинов во всей партии, я один из них, но партия не религиозная, так что не думайте, что это, я представитель партии, поэтому все. Это именно русскоязычная партия, и которая в первую очередь, они пользуются за сильный израиль, и вы можете почитать у меня информацию, чего они добились. Было 10 голосов в прошлый раз, наша партия получила 10 мандатов из 150, и это считалось, кстати, одно из самых крупнейших правов партии. Там еще есть несколько партий, но не меньше. Так что нам нужны ваши голоса, нам надо, чтобы вы проголосовали, чтобы вы участвовали в этих вычетах, раз в 5 лет. Это не каждый год такая возможность, это все осталось буквально несколько недель, может быть, дней 10, пока еще можно проголосовать. Это до марта, на самом деле, до марта. И вот у нас есть несколько командиров, у нас есть Лев, да, и есть моя любимая теща, да, называемая Бабуля. И мы просим, они могут вам помочь, дать анкеты, или показать, как надо заполнять. Мы просим всех поучаствовать, это стоит 7,50, чтобы быть членом этого конгресса, надо стать мембером, то есть надо зарегистрироваться. Это стоит 7 долларов 50 центов. Спасибо за внимание, что я украл у вас только много времени. Еще раз, это очень важно, пожалуйста, проголосуйте. Если у вас есть вопросы, как это сделать, вы можете всегда обратиться к волонтерам, которые работают здесь. Или вы прийти в синагогу всегда можете, и в синагоге это сделать. Мы просим вас активно поучаствовать и помочь Израилю. Спасибо. Спасибо.